Вот есть люди-звезды, горят мощно, ярко и долго, есть метеоры, вспыхнули и нету. По этой аналогии Иван Харитонович, наверное, комета, самая яркая, загадочная и красивая из небесных тел. О нем написаны десятки статей, книг, изданы фотоальбомы. При этом ни при жизни, ни после смерти он не был кумиром, идолом в библейском смысле. Да из него и не делали кумира, не позволял. Даже редкие кадры кинохроники давались оператору, по его собственному признанию, с великим трудом. Современники говорят, любимой фразой Ивана Харитоновича была «Я из тех ворот, откуда вышел весь народ». В качестве иллюстрации, что это не кокетство большого начальника, отрывок из производственного совещания, каких были сотни, если не тысячи. Всмотритесь в выражение лица, мимику, жесты. Здесь одна из граней ответа на вопрос, почему именно Рамазана нарекли высшим, хоть и неформальным титулом, народный директор. «Это надо делать. Мы залезли в яму. По технологии, товарищи, на улице уже нормально. Даже третий плютинг начал катать уже по пять тысяч. Уже, значит, индикатор комбината уже заработал. А мартены стали работать хуже, чем работать в филистической градусной жару. По технологии имею в виду. Все это доведется. Значит, у первого цеха на сегодняшний день положение, я скажу, прямо скажу, безобразнейшей по технологии. Безобразнейшей. Если можно так интеллигентно назвать. Директор на магнитке мог позволить себе все, или почти все, это опять из воспоминаний. За исключением одного, он не в силах был по собственной воле остаться в памяти людей. Магнитка обладает цепкой, суровой и справедливой исторической памятью, не подверженной официальной пропаганде. Значит, чтобы в бригадах с народом работали. И вы работаете. Работаем. То есть с каждой бригадой, когда будете работать, вот такой по 30 человек и не будет. Это гарантирует. Жестко? Да. А ведь бывало и жестче. И при этом любую проблему, задачу, чужую беду пропускать через собственное сердце. Будь то угроза срыва сроков сдачи ККЦ, или одинокий ветеран, которому поесть не на что. А сердце – недублируемый человеческий орган. Какое выдержит? Я не поднимался до того уровня, чтобы наказать начальника цеха и его ближайших заместителей. Вы это знаете. Но вы меня вынуждаете, чтобы я щелкнул и стукнул головом. Вынуждаете уже просто, товарищи дорогие. Занявший пост директора ММК в 1985 году, Иван Харитонович застал не то, чтобы время перемен. Это его закалка бы выдержала. Ломались эпохи. Некогда первый по производительности труда и рентабельности ММК начал снижать объемы производства, останавливать агрегаты. Свидетель и создатель 16-миллионного рекорда, Рамазан и эту производственно-политическую драму пережил сердцем. Страна рушится, ММК запускает ККЦ. Меняются политические системы. Магнитка строит ледовый дворец. Город вместе с областью плотно сидят на талонах и впереди смутно маячит призрак голода. А Рамазан заявляет на одном бессмен на встречных в 1989. Манны небесной в городе, конечно, не будет. Но на комбинате, гарантирую, питание будет нормальным. Тем, кто трудится, на сегодня хватит. И вот еще на ту же тему. В городе завидуют. Работники ММК лучше обеспечены товарами народного потребления. Заявляю при всех. Как тащили на завод, так и будем тащить. А если кто завидует, тот пусть идет на завод работать. Что даже в военное время, когда умирали люди с голоду, когда 200 грамм давали на ижнемерство, да, всего, значит, металлурги получали килограмм. Это компенсация того тяжелого труда. И уравниловки не будет. Металлурги будут жить лучше. И как бы он там не выпрыгивал... Я понимаю, это компетенция всего просто как человек. Да нет, он просто хочет больше, чем он стоит. Люди среднего и старшего поколения, вы наверняка помните первые видеомагнитофоны Грюнги, магнитолы Телефонкин, пуховики и прочие дубленки, обозначенные одним словом «бартер». Это Рамазан. Вы помните вкус первого станичного пива? А ведь это тоже Рамазан. А первые победы металлурга на собственном льду. Вы видите сегодня силуэты ККЦ и 10-го листа прокатного. Это все вслед той яркой кометы. Это последние кадры, запечатлевшие живого Ивана Харитоновича. Так пусть и следующий год будет более экологически здоровым, пусть он будет более удачным для наших семей, пусть он будет более здоровым для наших детей. Счастья вам, дорогие магнитогорцы, и дальнейших успехов в сплощении интеллигенции и рабочего класса. С днем вашего металлурга! Ура! Кто бы знал тогда, что жить народному директору отмерено всего 9 дней. Целых 9 дней. Сколько он успел сделать за это время? Никто не считал. Его хоронили всем городом. С ним уходила эпоха. И проститься с ним шли те, кого сначала иронично, а потом не без гордости назвали дети Рамазана. «Вкалывать надо», — говорил он Валерию Кучеру. И добавлял, «Если ты уже не можешь, потому что у тебя нет сил и ты упал, отлежись, отдохни, чтобы встать и дальше вкалывать». 27 июля 1991 года самому отлежаться не получилось. Субтитры создавал DimaTorzok